Еще одно свойство таблицы. Число 1 плюс корень из 2 возводите в степень. 1 плюс корень из 2 в квадрат, в квадрат и так далее. И посмотрим, что при этом получится. И докажем, что это не случайность для первых нескольких значений, а что так будет всегда. Я утверждаю, давайте даже торжественно напишем, в теореме xn плюс yn корни из 2 это 1 плюс корень из 2 в степени n. И второе равенство, тоже очень симпатично. Отсюда третье равенство. Если сложить, то получится так, что я делаю. 2xn это 1 плюс корень из 2 в степени n и 1 минус корень из 2 в степени n. А если вычесть из верхнего и нижнего, то 2 корни из 2 в степени n это будет 1 плюс корень из 2 в степени n минус 1 минус корень из 2 в степени n. Почему это интересно? Потому что одно дело, когда у вас есть таблица, которая получается по каким-то там рекуррентным правилам, а другое дело, когда у вас есть явная формула. Ведь вы же понимаете, что корень из 2 это 1,4 и еще какие-то знаки, да? Значит, вот это вот, это примерно 2,4. И значит, да, кстати, а вот это будет почти что 0 в большой степени. Потому что 1 минус корень из 2 это минус 0 целый, да, с чем-то. А значит, это по модулю будет меньше, чем единица делить на 2 в степени n. Это очень быстрая убывающая последовательность. То есть вот это вот отвечает фактически только за то, чтобы после спитой ничего не было, чтобы получился целый ответ. А фактически вот такая причина. Согласитесь, это дает абсолютно точный ответ на вопрос, как примерно растет последовательность. Вот рост последовательности, вы поняли абсолютно. Она растет, как геометрическая прогрессия. При больших n, это фактически половина от 1 плюс корень 2 в степени. Ну, теперь давайте смотреть. Понятно, что вот эти два равенства получаются из этих двух просто сложений или вычитаний. Дальше вопрос. Это равенство и это как связаны? Называется сопряженные числа. Вот, посмотрите. Когда вы работаете с числом корень из двух, вы понимаете, что в некотором смысле это такой символ. У этого символа есть важное свойство. В квадрате это двойка. То есть когда вы умножаете корень из двух на корень из двух, вы получаете корень из двух. Ну, извините, минус корень из двух в квадрате, это тоже двойка. Поэтому, если вы взяли вот такое выражение, написали n скобок, в каждом скобке 1 плюс корень из двух, и все это перемножили, а потом везде перед корнем из двух поставили минус, то, разумеется, вы получите вычисление для нижней строки. И там, где корень из двух умножится на себя и будет в четной степени, там вы получите плюс. Скажем, минус корень из двух в шестой степени, это то же самое, что корень из двух в шестой степени. А вот минус корень из двух в пятой степени даст минус. И все эти минусы сюда пойдут, а плюсы сюда пойдут. Так что на самом деле доказывать надо только вот эту строчку. как мы ее с вами можем доказать? Получили. Ведь мы же знаем, что происходит при изменении n на n плюс 1. У вас здесь вот просто приписывается плюс 1, да? А что значит показатели степени написать плюс 1? Пусть вы знаете уже, что xn плюс yn вынусы сюда. Вот представьте себе, вы уже знаете вот это разница. Вы согласны, что когда n равно нулю, то вы его знаете. Представляете, любое положительное число в нулевой степени по определению это единица. Вот ноль в нулевой степени обычно считают неопределенной величиной. Ну то есть иногда определяют в каких-нибудь задачах удобно так, в каких-то удобно так. То есть иногда удобно считать, что ноль в нулевой это ноль. Иногда удобно считать, что ноль в нулевой это единица. Это же бывает по-разному. Но общепринято соглашение на эту тему нет. А вот любое положительное число в нулевой степени по определению это единица. Понятно? Замечательно. А вы помните, что такое были x нулевое и x нулевое? Вот там, на правой этой стене написано. 0. Отлично. Так все хорошо. База есть. Теперь переход. Смотрите. Нам интересно выражение xn плюс первое плюс yn плюс первое. Так? Нам интересно понять, почему же это будет единица плюс корень из двух, как у меня плюс первое. Но у меня же есть формулы для x и y. Вот в этой написано. На правой доске видите? xn плюс первое, да? Как вообще выражается. И я могу написать это. Давайте это сделаем. Мы хотим проверить вот такую формулу. Здесь записали xn плюс первое и y плюс первое по тем формулам. На правой доске они есть. Здесь воспользовались тем, что степень, это произведение n-ней степени на само число. Мы рассуждаем по индукции, поэтому верхнее равенство считаем верным. И пытаемся из него получить вторую строчку. Значит, 1 плюс корень из двух в n записали так. Теперь раскрываем скобки. xn на единицу это вот это, yn на корень из двух на единицу это вот это, xn на корень из двух вот здесь, и yn на корень из двух на корень из двух это два и кренда. И теперь видим, что это и это одно и то же. Просто 2y кренда вот там в самом конце, xn на корень из двух, yn на корень из двух. Все. Теория доказана. Поняли? Таким образом, мы не просто увидели какую-то табличку решения уравнения белья. Мы поняли, насколько быстро они растут. Хорошо? Хорошо. Теперь давайте еще одно важное упражнение. Пусть я хочу решать не уравнение, x2 на 2y2 равняется плюс-минус один. А представьте себе, что я хочу только единицу. Как вы считаете, можно ли в явном виде написать решение этого уравнения? Вот у нас, когда плюс-минус один, то такая табличка, и вот там вот на правой доске написана формула. А если меня интересует плюс единица, скажите, пожалуйста, что тогда? Как выделить из всей таблицы столбцы, где единица? Мы научились решать уравнение x2-2y2 равно плюс-минус один. А вы помните, что в самом начале мы говорили, уравнение белья, это когда x2-dy2 равняется единице. Ну так исторически принято называть именно это уравнение. Хотя, между прочим, иногда x2-dy2 равно c, где c любое число тоже называют уравнением белья. Но давайте сейчас, потому что это классический уравнение, просто с единицей, это уравнение белья. Такое самое-самое-самое важное. А мы решили с плюс-минус единицей. Как вы выделите? Ну что это за столбцы? Нулевой, второй, четвертый. Ну они четные. Четные. Что такое аминус? Столбцы четные. Нет, не столбцы четные, а номер столбца. То есть здесь вот у нас есть такая строчка n. Вот число n должно быть четным. Отлично. Ну, четное число это типа 2k, где k, не отрицательное целое что-то, да? Значит, все, что вы должны сделать, это вот сюда вместо n написать... Что? 2k. Правильно? Да. Согласны? Ну, формула для чего-то прочитала 2k? Так, хорошо. И еще один контрольный вопрос. Если меня интересует не движение, вот которое здесь, а движение вот такое. Могу я написать формулу или нет, которая по столбцу даст из решения с единицей получить решение тоже с единицей. Ну, смотрите, чтобы сделать вот такой шаг, нужно фактически сделать 2 шага, правильно? Для одного шага у меня табличка здесь вот даже осталась. Сможем мы понять, что дальше? Что сюда писать? Что сюда писать? А, это к x писать x плюс 2x. Нет, сюда же написать. Здесь стоит сумма этих чисел. Значит, здесь будет стоять, что? Сумма тех чисел. Это получается 2x плюс 3y. Очень хорошо. Так. А здесь что стоит? Здесь стоит сумма этих чисел. 3x плюс 4y. Отлично. Между прочим, до этой формулы догадаться уже сложнее. То есть, если бы я с самого начала просил вас смотреть только на вот эти столбцы, ну, рано или поздно, конечно, догадались бы, ну, а под этих чисел 3, 4, 2, 3, догадаться сложнее, чем до тех. Согласны? Хорошо. И еще одно упражнение. Рассмотрим прямоугольный треугольник, у которого длинный сторон целая, гипотенуза квадрат целого числа, а один из катетов на единицу короче гипотенузы. Сколько таких треугольников? И если их бесконечно много, то какой формулой задаются их стороны? Повторяю. Повторяю. Прямоугольный треугольник обладает следующим свойством. Его стороны целые числа. Это понятно? Гипотенуза – это не просто целое число, это квадрат целого числа. И катет на единицу короче гипотенузы. Х и у должны быть натуральные числа. Х больше единицы. Вас спрашивают, существует ли такой прямоугольный треугольник? И давайте другая задача. Могут ли у прямоугольного треугольника катеты отличаться ровно на единицу? Представьте себе треугольник, у которого один катет на единицу длиннее другого. Существуют ли такие? Или, может быть, их бесконечно много? Или, может быть, их конечный, и прочее. Разобраться с ситуацией. Оказывается, что мы сейчас это можем сделать. Давайте. Надо просто написать теорию треугольника. Ничего не боюсь. И посмотреть, что там получится. Проискоросковки. Посмотрите. С в квадрате равно а в квадрате плюс а плюс 1 в квадрате. Да. Это получается, С в квадрате равно а в квадрате плюс 2 а плюс 1. Да. И равно c в квадрате равно 2а в квадрате плюс 2а плюс 1. Интересно, что дальше делать? Вот да, у меня тоже вопрос, что дальше делать. Окажем. Давайте, так, я могу писать шифру? Ну. a в квадрате плюс a плюс 1 в квадрате равно c в квадрате. Здесь x в четвертой степени, понимаете, да? Это квадрат. Это есть x в квадрате минус 1 в квадрате плюс y в квадрате. Ну, давайте раскрывать скобки. Здесь получается x в четвертой это x в четвертой минус 2x в квадрате плюс 1 плюс y в квадрате. Слушайте, x в четвертой уничтожается и получает уравнение. y в квадрат минус 2x в квадрат, да? Это минус 1. А вы понимаете, что мы все про это знаем? Надо просто x и y мысленно поменять местами. Ну, название, да? И взять какие столбцы? Нечетные столбцы. Вот, то есть, смотрите, формула вот. n – нечетное число. Ну, и единственное здесь, наносить x в минус. Вот такая формула. То есть, бесконечно много таких треугольников. И каждый такой треугольник соответствует решению уравнения y в квадрат минус 2x в квадрат равно минус 1. Решили задачу? Решили. Здесь хуже. Потому что, когда раскроете скобки, будет а в квадрат плюс а в квадрат плюс 2а плюс 1. То есть, 2а в квадрате плюс 2а плюс с. Казалось бы, вообще непонятно, что делать. Потому что мы не привыкли, да? Но есть стандартный школьный способ. Называется выделение полного квадрата. Смотрите, я могу домножить на 2. И получится 4а в квадрат плюс 4а плюс 1 плюс 1. Это 2с в квадрате. Ну, 1 и 1 это 2. То есть, я исправлю. Домножим надо. Правильно? Зачем я так написал? А затем, что 2а плюс 1 в квадрате, это как раз вот этот школьный способ. Значит, я пишу теперь уравнение. 2с в квадрате это 1 плюс 2а плюс 1 в квадрате. Собственно, как-то по-другому написать в более привычном для нас виде. Да очень просто. 2а плюс 1 в квадрате минус 2с в квадрате это минус 1. Согласны? А это опять наше уравнение Белли. Правда, вы скажете, что здесь стоит не одна буква, а 2а плюс 1. Ну, вообще-то в этом уравнении у обязательно нечетный. То есть, четное число написать сюда нельзя, потому что разность двух четных чисел четных. А так не бывает. Их минус 1 нужно. Таким образом, опять получили то же самое, надо взять столкосые таблички с нечетными номерами. Все. Таких треугольников бесконечно много.